Ребят, всем привет! В этом ролике я расскажу вам о фундаментальном отличии отказных подходов от неотказных подходов и в целом расскажу о том, как нужно строить свою программу тренировок. И, как всегда, на запись этого видео меня сподвиг один из ваших комментариев, на который я сегодня отвечу. Поэтому, ребят, задавайте свои вопросы в комментариях на наиболее популярные, я стараюсь снимать отдельные ролики. Привет, хорошее видео, много правильного и нужного сказано, но что ты скажешь насчёт неотказных подходов? Я недавно наткнулся на исследование, в котором проверяли две группы людей со стажем тренировок в один год. Вроде бы одна группа тренировалась до отказа, вторая не до отказа. В общем, исследования показали, что прирост мышечной массы якобы был одинаковый у одной группы и у второй группы. И что я скажу по этому поводу? Вроде как, действительно, эксперимент. На самом деле, часто в экспериментах нет чистоты. Кстати, откуда появилась фраза чистота эксперимента, вы можете посмотреть в интернете, если вам интересно. Там про крыс был эксперимент, и крыса в итоге находила путь не потому, что она умная, а потому, что она шла по следу другой крысы, ну или по своему следу. Да, в общем, нужно было клетку, короче, лабиринт чистить. Пошло отсюда правило, фраза такая, чистота эксперимента. То есть, есть очень много факторов, которые люди не учитывают при каких-то экспериментах. А потом проходит несколько лет, они говорят, блин, извините, мы затупили. Ну, как бы вся наука строится на ошибках, с этим ничего не поделаешь. Вот, и что я могу сказать по этому поводу? Вот смотрите, у нас есть определенное количество мышечных клеток. Чем более серьезная нагрузка идет на мышцы, тем больше мышечных клеток включается в работу. Предположим, вы идете пешком, включаете несколько мышечных клеток, ускоряетесь. Этих клеток для нагрузки, для выполнения этой работы становится недостаточно. Организм подключает дополнительные клетки. Если вы ускоряете сильнее, организм подключает следующие мышечные клетки. И если вы бежите просто сломя голову на максимум своих возможностей, то организм включает все возможные клетки, которые он только может включить. Понимаете? Для того, чтобы включить максимум мышечных клеток, которые вам, грубо говоря, доступны, нужно выполнить максимально жесткий и отказной подход. Почему вообще у человека количество активной клеточной массы увеличивается, когда он начинает заниматься? Вот вы, если в фитнес-клуб придете в какой-то современный более-менее, вам скажут, давайте пройдем фитнес-тестирование, определяя количество вашей активной клеточной массы, предположим, 20%. Вот вы начинаете заниматься, приходите через полгода, они вам говорят, о, у вас количество активной клеточной массы теперь 40%. И вы при этом стали сильнее, там у вас мышечная масса в объеме выросла и так далее. Что произошло? То есть у вас же до этого эти клетки были, то есть вы их не создали, они у вас были. Ну, просто они были неактивны, и количество саркоплазмы в этих клетках, количество сократительных структур в этих клетках было совершенно иным. То есть вы их включили и активировали. Каждая клетка обладает своей, скажем так, суперсилой. Какие-то клетки сильнее, какие-то слабее, в каких-то там много гликогенов, в каких-то много митохондрий, в каких-то много гликогена саркоплазмы, да, там с креатином, вот они реально могут работу совершать очень большую, и они в работу включаются в первую очередь. А есть клетки более слабые, они меньше в объеме, да, в них меньше ядер, они вообще как бы, ну, такие слабенькие. Вот наша задача как раз-таки не сделать еще сильнее клетки, которые почти уже на максимуме, а добраться до тех клеток, которые слабые по сравнению с самыми сильными, которые сразу в первую очередь включаются в работу. Добраться до более слабых и заставить эти более слабые клетки гипертрофировать до уровня вот этих сильных. Вот в чем состоит наша задача, если мы говорим конкретно о приросте сухой мышечной массы, о приросте сократительных структур, да, это самая важная часть нашего тренинга, да, то есть есть там саркоплазматическая гипертрофия, есть митохондриальная, да, там, когда мы больше митохондрии делаем, вот, а есть, ну, грубо говоря, увеличение сухой мышечной массы, то есть самих сократительных структур. И нам вот нужно добраться до самых-самых-самых клеток слабых, которые на сегодняшний момент слабые, и сделать их сильнее. Но проблема в том, что они включатся в работу только тогда, когда в этом будет крайняя необходимость. Вот у вас есть 10 повторений. Вот здесь вот включаются только самые слабые, только самые сильные, да, здесь окислительные, здесь там уже гликолитические, другие-другие-другие. И вот здесь вот в самом конце вы включаете в работу самые слабые мышечные клетки, самые глубокие мышечные клетки, которые включаются в работу, ну, вот уже при крайней необходимости, когда уже вот основных не хватает, да. Вы делаете первое повторение, второе повторение, третье повторение, пятое, шестое. И вот если у вас ещё есть силы, но вы работаете не в отказ, то вот эти мышечные клетки вы просто не включите в работу. Понимаете, о чём я говорю? А теперь скажите мне и напишите в комментариях, что будет лучше для прироста сухой мышечной массы, ключевое слово сухой, 10 неотказных подходов, или один, но отказной, где вы включили в работу все мышечные клетки и заставили работать самые маленькие. Именно поэтому многие системы тренировок строятся на отказных подходах и на небольшом количестве отказных подходов. Та же система Майка Менсора, которая там хорошо размялся, выполнил один жёсткий отказной подход, суперсет, чтобы глаза на лоб полезли, всё. Иди отдыхай несколько дней. И они работают. Даже Дориан Ядс, который был учеником Майка Менсора, именно с Дориана Ядса началась эпоха монстроидного бодибилдинга. Именно Дориан Ядс стал первым монстром массы. И он всегда говорил про принципы Майка Менсора, что он не тренируется по классической системе. Ну понятно, да, там можно много говорить, на чём Дориан Ядс сидел, как это всё и получилось. Но тем не менее, у него ведь были конкуренты, которые обладали теми же знаниями, теми же возможностями в плане различных препаратов. Тем не менее, они почему-то такими не стали. А Дориан Ядс стал первым, кто стал таким монстром массы. И он говорил про Майка Менсора, что действительно его концепция, когда вы должны по-жесткой включить в работу мышцы, а остальные подходы уже не так важны. Но она имеет смысл. И на базе системы Менсора очень много различных тренировочных систем строится. Поэтому отказной подход, жёсткий отказной подход для строительства сухой мышечной массы, вот самый первый ваш подход на мышечную группу, когда вы ещё не закислены, когда вы способны вот все-все-все-все-все до мельчайших клеток включить в работу и заставить работать самые слабые, чтобы они тоже становились сильнее. Вот это вот ключ. Вы будете расти так или иначе и от неотказных подходов. Особенно если вы делаете, выполняете упражнения на большое количество повторений. Не будем забывать про саркоплазматическую гипертрофию, когда вы просто долбите 10 по 10. У вас клетки вынуждены тратить очень много работы, и они потом для совершения этой работы записают в себя много гликогена, и клетки увеличиваются в объёме. Вот может быть в эксперименте именно это приборы и показали. То есть количество мышечной массы, ну что такое количество? Они сухой мышечной массы замеряли. Насколько я знаю, нет приборов, которые замеряют именно сухую мышечную массу. Они вроде бы как замеряют сухую мышечную массу, на самом деле это грязная масса, в которой они могут посчитать и какую-то саркоплазму, то есть клетку с её содержимым. Поэтому прирост сухой мышечной массы в плане сократительных структур и увеличение саркоплазмы клетки, это прибор может показать увеличение мышечной массы и там, и там, но это совершенно разная мышечная масса. Вот пампинговый спортсмен, который работает не в отказ, 50 повторений и по 50 подходов, то есть наоборот 50 подходов по 50 повторений. Вот я знаю много таких спортсменов. Они уезжают на какую-то конференцию, либо куда-то там на несколько дней проходят, они там не очень хорошо едят и не тренируются. Они приезжают, за несколько дней их сливают на несколько килограммов. То есть организм очень быстро эту воду с гликогеном сбрасывает. Понимаете? Это саркоплазма. Если говорить о приросте сухой мышечной массы, то здесь нужно прям включить, включить, включить в работу все-все-все-все-все мышечные структуры, которые сидят у вас глубоко-глубоко. И совершенно однозначно в этом случае, на мой взгляд, будет лучше 1 отказной подход, чем 10 неотказных подходов. Но опять же нужно учитывать тот факт, что саркоплазматическая гипертрофия, она нам тоже нужна. То есть мы должны искать золотую середину, мы должны и клетки в объеме увеличивать за счет саркоплазмы. Это тоже дает объем, это тоже дают силовые, почему нет? И в то же время растить сухую мышечную массу. Поэтому в программах тренировок, как правило, все эти вещи сочетаются. То есть у вас есть и отказные подходы, и неотказные подходы. И вся система тренинга не основана только на одном отказном подходе. В большинстве случаев. Как это делать, предположим, тот же Майк Мэнсер. Поэтому отказные подходы, я считаю, они обязательно должны быть в вашей программе тренировок. Другое дело в каком объеме. Если вы не восстанавливаетесь после двух, даже трех отказных подходов за тренировку, делайте один. Сокращайте объем тренинга, но включайте туда отказной подход. А если вас интересует просто поддержание формы, здоровье, жирок сжечь, кстати, для жиросжигания, я считаю, там отказные подходы, ну, желательно, да, они тоже вызывают гормональный выброс, но если там отказных прям не будет, я думаю, страшного ничего не произойдет. Если вы чисто сушитесь и поддерживаете мышечную массу при снижении жировой прослойки. Ну, а в целом, все это должно сочетаться в вашей программе тренировок. И отказные подходы, ну, конечно же, должны быть. Ссылки на все мои подробные тренировочные курсы с планами питания вы найдете в описании к этому ролику. Обязательно задавайте свои вопросы в комментариях, на наиболее популярные постараюсь ответить. Я желаю вам всем добра, позитива и здоровья. Будьте счастливы, ребят, здоровы и красивы. С вами был Александр Добромиль, пока.